МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина мира через глобальные астрономические проекты. В новой рубрике «Футур-клуб». Как коллектив российских инженеров наводнение остановило? Дон Кихоты против износа металла. В борьбе за светлое автомобильное завтра. Эксклюзивные подробности одной нештатной ситуации, случившейся почти 40 лет назад. В начале 20 века микробиолог Уильям Колли обратил внимание, что раковые пациенты, переболевшие тяжелыми инфекциями наподобие пневмонии, вдруг неожиданно излечивались от опухоли. В 60-е годы стало ясно, что причиной этого явления был белок, который вследствие такого яркого эффекта был назван фактором некроза опухоли, английского некрос, мёртвой. То есть фактор смерти опухоли, или сокращенно ФНО. Это очень важная регуляторная молекула, участвующая в большом количестве иммунологических реакций в организме. Но использовать ФНО для лечения рака не удалось из-за его высокой токсичности. Жизненно важные органы отказывали раньше, чем наступал лечебный эффект. Более того, обнаружилось, что именно ФНО является причиной повреждения тканей при аутоиммунных заболеваниях. Блокировка ФНО решила бы эту проблему, если бы при этом не снижалась способность организма противостоять бактериальным инфекциям, например, туберкулённым. Но если суметь доставлять внутрь клетки геноинженерный конструкт, который будет блокировать экспрессию ФНО внутри клетки, то тогда можно блокировать не на уровне всего организма, а на уровне отдельных типов клеток. То, что мы делаем. Восемь лет работы лаборатории под руководством профессора Недоспасова потребовалось, чтобы получить инструмент для отработки механизма блокировки ФНО в отдельно взятых клетках. И этот инструмент – уникальные лабораторные мыши. Таких нет ни в одной лаборатории мира. У них гены ФНО отключены не во всём организме, а в определённых типах клеток. Здесь есть две группы мышей. В одной линии мышей он удаляется в Т-клетках, в Т-лимфоцитах, а в другой линии мышей он удаляется в макрофагах. Второе важное качество этих мышей – они имеют безмикробный статус, гарантированно здоровы, чтобы ничто не мешало частоте эксперимента. Можно хотя бы частично разделить функции ФНО, сделанные одним и другим типом клеток. То есть ФНО из Т-клеток более важен для атаки клеточных мишеней. Это могут быть клетки, заражённые вирусом, или в случае патологии аутоиммунной – это клетки безвинные собственного организма. А ФНО, которое производится макрофагами, более важен для защиты от бактериальных инфекций, то есть от того же туберкулёза. Ещё год нужен учёным из лаборатории молекулярной иммунологии, чтобы закрепить уникальные качества своих мышей. И тогда они смогут начать опыты по моделированию аутоиммунных заболеваний и способам их лечения. Это будет прямой проверка нашей гипотезы о том, что можно дифференциальным блокированием ФНО только в Т-клетках можно снизить интенсивность аутоиммунного заболевания, при этом не повышая риск возникновения бактериальной инфекции. Генеалогия Как вы назвали бы человека, который решил взлететь в небо таким доморощенным способом? Чудаком? Авантюристом? Безумцем? Комический это персонаж или трагический? Герой трагедии обязательно страдает. Впрочем, кто-нибудь из толпы все равно назовет незадачливого Икара козлом. И сам того не подозревая, окажется прав. В буквальном переводе с греческого трагедия – это козлиная песнь. Исполнялись они в честь Диониса, бога творческих сил природы. Неизменными участниками хора были сатиры – козлообразные духи плодородия. Дионис всегда изображался в сопровождении сатиров. Это животное можно считать особо приближенным к греческому пантеону. Коза Аммалфея вскормила своим молоком Зевса, и козья шкура, по-гречески «эгида», стала атрибутом верховных божеств. У Зевса это был щит, а на статую Афины ежегодно возлагали шкуру, принесенного ей в жертву козленка. Считалось, что и от молний бога-громовершица может защитить козел, поэтому их держали при пожарных командах вплоть до XX века. Отметим эту защитную функцию козы, которая зафиксировалась в словосочетании «находиться под эгидой», то есть под защитой или покровительством. В современной Европе, особенно в винодельческих районах, можно встретить отголоски культа Диониса или Вакха. Конечно, это не те древние вакханалии, когда их участники с помощью обильных возлияний песен и плясок доводили себя до иступления, разрывали на части козла, воплощавшего Диониса, и пожирали его в сыром виде, приобщаясь таким образом к божеству. Растерзав своего бога, они затем честовали его, как вновь родившегося, лежащего в колыбели младенца. Происходило это в дни весеннего солнцеворота и символизировало вечное обновление природы, победу жизни над смертью, молодого над старым. Ну а пьянство, обжорство и другие излишества рассматривались как предвестники сытого года и обильного урожая. У славянских народов нечто подобное происходило на Масленицу и на Святке, то есть в поворотных пунктах года, так же, как у древних греков и римлян. Большинство обрядов в это время были связаны с будущим урожаем, и главный из них – так называемое «вождение козы». Центральным персонажем этого действия является коза. Она танцует и исполняет даже такую своеобразную центральную арию, которую на самом деле поют, конечно, все участники, все ряженые. Это песня с припевом «Ого-го, коза», которая известна и русским, и украинцам, и белорусам в разных версиях, но смысл этой песни один. «Где коза ходит, там жито Родина». «Где коза рогом, там жито стогом, где коза хвостом, там жито кустом». Песня сопровождалась танцем пантомимы, кульминацией которого было умирание и воскресение козы. Ряженые козлы, подобно сатирам, преследовали славянских вакханок и легали их копытами, как бы наделяя животворящей силой. Странно, что это симпатичное животное, символ и стимулятор плодородия, в большинстве славянских легенд связано с нечистой силой. Когда Бог наконец сотворил многих животных, корову, овцу, и решил наконец сотворить человека по образу и подобию своему, тут черт совсем не выдержал и решил тоже кого-нибудь создать, похожего на себя. Получился у него козел. Что козырь? Черви. Происхождение слова «коза» тоже покрыто мраком. Точно известно, что карточные термины пришли к нам из западных языков, в частности из польского, где «коза» и «козырь» – родственные слова. Ведь мы играем не из денег, а только в вечность проводи. Демоническую природу козла славяне использовали для защиты скота от нечистой силы. Если в хлеву держать козла, то домовой или черт, которые его любят, не навредят и другой скотине. Заметим, что и здесь козел выступает в роли защитника. Существовала такая довольно странная обычая, и в Чехии в день святого Якуба, это 25 июля, приносили в жертву козла, причем довольно таким своеобразным и жестоким образом. Молодежь затаскивала несчастное животное на колокольню, и оттуда его сбрасывали. Причем записи это достаточно поздние, это конец 19 века, и восстановить, так сказать, реконструировать смысл этого обряда. Понятно, что это, видимо, восходит к каким-то достаточно древним формам жертвоприношения. Например, к обычаю, существовавшему в Древней Иудее. Здесь раз в году, в день очищения, совпадающий с днем осеннего равноденствия, совершался обряд, от которого в языке осталась крылатая фраза «козел отпущения». На самом деле, козлов было два. По жребию одного из них священник закалывал и приносил в жертву за всеобщие грехи. Над другим же козлом он сначала исповедовал грехи всего народа, а затем повелевал изгнать его в пустыню. В христианской традиции этот обряд считался прообразом искупительной жертвы Иисуса Христа. Агнус Деи – Агнец Божий. Так по латыни звучит библейское наименование того, кто пострадал за грехи рода человеческого. В конце времен ему и предстоит, согласно Новому Завету, отделять овец от козлищ, то есть праведников от грешников. Это выражение тоже стало крылатым. Его смысл – отделять хорошее или хороших от плохих. Но в повседневной жизни этот процесс представляется порой менее выполнимым, чем тот библейский, особенно если речь идет о детенышах, овец и коз. Называются они одинаково – ягнята, по-старославянски – агнцы. Ницше как-то заметил – осел не может быть трагическим. Ну а с козлом, как выяснилось, все не так просто. коллекция уникальных кадров. Длинные руки, быстрые ноги. Наводнения, паводки. Этим стихийным бедствием под силу разрушить город. А на возведение защитных сооружений зачастую не хватает ни времени, ни средств. Инженеры из Тюменской архитектурно-строительной академии предложили неожиданное в своей гениальной простоте решение – использовать для защиты саму разрушительную стихию, в буквальном смысле направив ее в нужные русли. Это так называемые быстровозводимые синтетические оболочечные конструкции. В модуле подается та самая паводковая вода. При наполнении пульпа, то есть грунт, ил, глина оседает внутри оболочки, а вода выводится наружу. В качестве наполнителя может быть использован либо грунт, либо, если это временное сооружение, возводимое на несколько часов вода, либо само разливающееся загрязнение. В качестве материала может быть использован любой материал. Это может быть либо геотекстиль, либо геосинтетический материал, полиэтилены, полипропилены и так далее. Если оболочка водонепроницаемая, она может заполняться торцовым способом с одной точки. Таким образом, конструкция может быть намыта на значительную протяженность до нескольких километров. Достоинство на лицо. Высокая скорость возведения при низких затратах. Возможность развертывания конструкции даже на мягком грунте, что крайне важно, ведь тяжелая строительная техника пройдет не везде. И это при том, что для изготовления модулей используются самые распространенные материалы. Такие качества отличают настоящие инженерные решения. Обращать внимание на свою память человек начинает тогда, когда ее теряют, к сожалению. При этом вздыхает, мол, старею, и не перестает удивляться, что память, бережно сохраняя мельчайшие детали далекого прошлого, буквально стирает события недельной или даже вчерашней давности. Психолог Джанет Брайан попыталась с помощью специальных тестов выявить суть изменений, происходящих в головном мозгу пожилого человека. После сотен проведенных тестов выяснилось, что результаты тестирования пожилых людей на запоминание, предполагавшие работу лобных долей головного мозга, ничуть не хуже результатов их испытаний на познавательные способности. Таким образом установили, что возрастные изменения этой части головного мозга не являются причиной ухудшения памяти. Джанет обнаружила также существование сильной зависимости между скоростью мышления и памятью. То есть, чем быстрее человек думает, тем лучше работает у него память. Итак, наша память зависит не от состояния лобных долей головного мозга, а от скорости мышления, которая с годами постоянно снижается. Но, как показало ни одно проведенное исследование, достигшие солидного возраста люди нередко чувствуют себя счастливее и спокойнее молодого поколения. От себя добавим, российские пенсионеры к тестированию не привлекались. коллекция уникальных кадров. Футур-клуб Прорыв человечества через природные пределы с помощью технологии возможен до 2100 года. Истощение ресурсов планеты – начало гибели Homo sapiens. Такова модель будущего, представленная 32 года назад римским клубом, объединением передовых ученых, политиков и промышленников, обеспокоенных судьбой человечества. Оказалось, нам неизвестна истинная картина мира и наше место в нем. О глобальных научных проектах в новой рубрике. Вселенная сама, когда дробилась на галактике и на звезды, она состояла только из водорода и гелия. И это так мало для того, чтобы мы с вами существовали. Для того, чтобы мы жили, нужен гемоглобин, как вы знаете, а это железо. И вот нам нужно наработать из первоначального вещества, это водород и гелий, путем ядерных реакций мы должны наработать тяжелые элементы. И эти тяжелые элементы нарабатываются в глубине звезд. Сейчас хорошо выполняется американская программа телескоп Хаббл для наблюдения ультрафиолета. Чандра для измерения рентгена. И Ньютон европейский, который тоже измеряет рентген. Для того, чтобы мы знали эволюцию звезд. телескопа в России сейчас заняты строительством телескопа диаметром 1,7 метра для наблюдения ультрафиолета с тем, чтобы рассматривать эти процессы. Пока астрономы видят плоскую картину звезд. В проекте вращающийся вокруг Солнца спутник для стереоскопического наблюдения космоса. А еще полет к комете, чтобы получить ее вещество, а по пути набрать межзвездные пыли для уточнения теории формирования галактик. Мы получаем сведения о материи путем электромагнитного излучения. Темная материя не создает электромагнитное излучение. Все у каких-то причин. И мы его определяем только по гравитации. Гравитационные волны уже лет 30 пытаются зарегистрировать. Они очень слабые. И сейчас на Земле интерферометр американцы сделали длиной по-моему 15 километров полный вакуум измерения. Но не хватает точности несмотря на вакуум и всякие ухищрения. И вот собираются запустить такой космос с тем чтобы там промерить. Чтобы обнаружить гравитационные волны. Наблюдаем мы факт, что галактики укрупняются. Они сливаются между собой. Но процесс это естественно медленный. у нас будет занимать миллионы лет или миллиарды даже лет, чтобы все слилось в одну галактику. Может все и не сольется. Но то, что гравитация действует в этом направлении, это бесспорно. Гравитация она, как говорится, хорошо замаскированный агент молча сидит, но все равно свое дело такое делает. А вот проекты исследования загадочной темной энергии, отталкивающей вещество, ждут своего часа. Астрономы не знают, наблюдением за какими объектами можно подтвердить ее существование. Зато актуальны проекты изучения структуры и поляризации реликтового излучения. Согласно космологическим представлениям, оно возникло во Вселенной при большом взрыве. Сейчас летает спутник МААП, который измеряет вот эти вот расстояния. И действительно, мы обнаружили эти все флектуации. То есть реликтовое излучение распределено не равномерно, а частями. Что нам дают вот эти вот пики? Вот эти вот пики совместно с расстоянием до сверхновых и движения этих сверхновых совокупности, они нам и дают картину мира. Когда мы сравниваем, то мы можем сказать, какой у нас мир. Расширяется стационарный или сжимается. Так вот, он расширяется. Человечество расширяет горизонты мира с помощью уникальной астрономической аппаратуры. Европейский проект ГАЯ по измерению положения звезд позволит скорректировать космические расстояния. Ведь нужно узнать, видимый нами мир единственный или один из постоянно возникающих. Может быть, где-то существует другой мир, но у нас космологические расстояния, они такие великие, что сказать, что рядом с нами есть мир, у нас нет никаких данных. Мы все время пытаемся, строим большие телескопы и пытаемся дойти до границы своего мира. А уж потом мы можем думать, а что же за этой границей. Левша 21 Сколько краток век автомобиля? Автосалон, завод, автострада? А пройдет с десяток лет и место ему уже на свалке история. Дело в том, что незаметные снаружи, но очень важные кузлы и агрегаты испытывают колоссальные нагрузки и изнашиваются. Продлить их жизнь еще 40 лет назад, задумал молодой инженер из Москвы Николай Дидоренко. 25 лет назад эта технология была готова, но до сего дня он обивает пороги различных инстанций, чтобы внедрить свое изобретение в жизнь. Включаем прибор, заработал вибратор, регулируется частота, регулируется амплитуда. Устанавливаем в резонанс на максимальную амплитуду колебаний, наиболее эффективный процесс. Сюда подается плюс, импульс и тока плюс идет, на детали идет минус. Итак, берем закаленную металлическую деталь, подаем на нее электрические импульсы, вибрацию и наносим тонкую защитную пленку. Николай Дидоренко подобрал такие режимы, которые меняют и поверхностную и внутреннюю структуру металла. А выглядит все очень просто. Не пугайтесь, сейчас взрывной искровой процесс немножко падет, для глаз не болезненно, ничего. Вот, вот таким вот образом создается обработка. идет хромирование, в данном случае сейчас хромовый электрод, хром зажат. Вот, мы видите, специфический запад появился и специфический свет хрома. Удалось получить работоспособность металла тысячу раз выше, чем дает обычная закалка, на которой держится все машиностроение в тысячу раз. Звучит парадоксально, не правда ли? Простенький прибор, собранный в рамках отдельной квартиры, способен увеличить срок службы стальных деталей в десятки раз. Причем эта технология обработки металлов прекрасно сочетается с традиционной. Не верится? Тогда взгляните на эти два рокера от Зила-115. Деталь, известная любому автомобилисту. Оба прошли испытания на стенде. Я показываю классическое азотирование. Зиловское выбоины, вы здесь можете видеть после 11 часов испытаний. И вот закаленная деталь, рядовая сталь конструкционная, 40Х видно. После упрочнения молибденом по спецрежиму мы имели работоспособность 600 часов. 11 и 600 это практически в 60 раз. И никаких следов износа. А ведь таких деталей в автомобиле множество. Вот ведущая шестерня Газели. 30 тысяч километров и зубья полусантиметровой толщины истерлись до ножевидного состояния. Это маховик от жигулей. Торцы зубьев расплющены другой меньшей шестеренкой. А в плунжерном механизме топливного насоса КАМАЗа образуются тончайшие канавки, по которым просачивается топливо. Обработайте небольшие участки трущихся деталей и проблемы больше не будет. Вот в чем заключается. Сделайте одну шестереночку, сделайте один рычажок, сделайте одну вилочку переключения и у вас заработает пара в целом в комплексе и у вас не будет уже головной боли. Но за этим идут большие последствия. Большие последствия какие? Это оказывается никому не нужно, потому что если вы увеличите в два раза долговечность автомобильных деталей, сразу падает спрос в два раза. А заводы живут запасными частями. Увидим ли мы когда-нибудь по-настоящему надежный автомобиль. Инженер Дидоренко не оставляет попыток внедрить свое изобретение в жизнь. Пожелаем ему успеха в его нелегкой борьбе за светлое автомобильное будущее. Коллекция уникальных кадров. Человеческий фактор История, которую мы расскажем, долгое время оставалась за кадром официальной хроники, дабы не подорвать авторитет советского космоса. Никого не волновало, что вместе с проблемами, которые пытались утаить, за кадром оставался подвиг двух космонавтов. Этим сюжетом мы попробуем восстановить историческую справедливость. Итак, шел 1965 год. Завершался знаменитый полет космонавтов Павла Беляева и Алексея Леонова на корабле «Восход-2». Уже все радиостанции мира передали «Сенсация! Состоялся первый в истории выход человека в открытый космос». Этим человеком был Алексей Леонов. И вот когда казалось, что все испытания уже позади, и победители космонавтов вот-вот ждет торжественная встреча, неожиданно отказала автоматическая система спуска корабля. Когда уже отказал корабль, отказала система, и мы выключили, и пошли над землей, тихо стало. И вот здесь я смотрю на землю, и мне стало грустно. Вот где-то сейчас там находится моя дочка, супруга, они ничего об этом не знают. И я постоянно знал, что существование корабля по системам жизнеобеспечения трое суток. Жизнь корабля. А существование на орбите порядка двух с половиной лет. Значит, случись что-то, если мы сейчас ошибемся, мы останемся там и через два с половиной года вернемся мумизированные. Вот здесь, да, была тоска. Я так дрогнул даже, дрогнул, думаю, господи, ну сколько же на нас всего этого надо. Это была уже седьмая авария за сутки. Именно с нее, с седьмой, началась цепочка испытаний, по сравнению с которой Одиссея меркнет. На высоте 500 тысяч метров от земли, на скорости 28 тысяч километров в час два человека в маленьком космическом корабле. У космонавтов не было выбора. Впервые в истории они должны были приступить к ручной посадке корабля. Когда силы и нервы были уже на пределе, им удалось приземлиться. Но не на космодроме в Казахстане, где их ждали люди, помощь, тепло и техника, а в глухой Уральской тайге. Сели, Паша, где мы сели? А я навигатор. Я смотрю, мне прибор показывает место между Волгой и Обью и Енисеем. Где? Я сейчас могу сказать, какая широта, долгота, но это очень далеко. Ну где, говорю, между Обью и Енисеем. Ну и что? Ну что, месяца через три за нами на собаках приедут. Первым из корабля вышел Беляев. И сразу по горло провалился в синяк. Стоит, как голова Саиды. Вскоре, освободив придавленную ногу, к нему присоединился Леонов. В снежной пустыне было уже две головы Саиды. И они обсуждали друг с другом, что им делать. На самом деле, станцию и обычным телеграфным ключом Леонов передал две буквы. ВН все нормально. Не СОС мы одни в глухой тайге, а ВН все нормально. Сигналы пошли, но в ответ тишина. Через несколько часов выяснилось, что эти сигналы все-таки были пойманы. Нас засекли. Где-то, может быть, через час, через два над нами был Ан-12 самолет. Он летел на высоте тысяч шесть-семь. Он нас видел, потому что парашют накрыл лес полторы тысяч квадратных метров оранжевое пятно, но он передал координаты наши. Вскоре в небе показались вертолеты. Все, кто был рядом, на военных стратегических базах, считали своим долгом прилететь, посмотреть, что случилось. Но ужас ситуации состоял в том, что они практически ничем не могли помочь космонавтам. Вертолет не мог сесть в чаще непроходимой тайги. Нам сбросили оттуда сумку с топором, сбросили куртки, брюки, унты. Куртки нам достались, а брюки на деревьях остались, унты на деревьях остались. Сидим, развели костер, чтобы вроде бы в тайге, валежник, его не возьмешь, по нему не доползешь. Уж я потом взял, снял колонки, скресил, они площадь увеличили и ползал от дерева к дереву, срывал эти веточки. Еды у космонавтов не было совсем. Зато были патроны. Еще на Земле Алексей Леонов попросил вместо двух килограммов еды положить два килограмма патрона. Но из Макарова попасть в Белку или Зайца невозможно. Так несолоно хлебавши они готовились к ночевке. Легли в корабль, засели, холодно очень, у меня вот влаги до колена булькает. Паш, я замерзаю, как хочешь, я выйду из корабля, вышли мы из корабля, сняли из себя скафандры, выжили белье, остались голые, температура минус 25, и на себя потом одели это белье, оно тут же дубеет, вот комбинезончики такие легкие, хлопчатобумажные. Ночью над нами все время ходил Ил-14, который раскручивал двигатели часа 4, они боялись, что там в март месяц волчьи ставят место, где никогда людей не было. А в это время в космической ставке царила паника. Это же не просто люди в беде, престиж страны на карте. И самый страшный вопрос, вот что если Леонов и Беляев, покорив открытый космос, погибнут в советской тайге по сути из-за неисправности космического корабля, вот что тогда, как же слава советского космоса? Утром космонавты услышали выстрелы и крики людей. Это шел на их поиске спасательный санно-лыжный отряд. Сутки ушли на то, чтобы найти в тайге место с относительным мелколесьем, сбросить на парашютах лесорубов, подготовить площадку и посадить на нее вертолет. Но все это было далеко от космического корабля. И теперь к своему спасению покорители космоса должны были идти сами. Но идти они пока не могли. Ясно, что никуда эвакуировать нельзя было. А были еще пару лесорубов с пилой дружбой. Они заготовили лес и срубили нам ну дачно, не дачно, а такой садово-огородный домик. Вот из бревен такой сложили шалаш. Там внутри у нас был очаг. Сбросили с вертолета большой чан, чагунный, на костре прям поставили, нагрели. Мы помылись, помылись хорошо, легли спать. Это сейчас, когда есть все средства, можно было бы вытащить космонавтов немедленно. Но тогда, тогда не было ничего. И грандиозная эта работа по постройке дома и обоснованию в тайге была единственным выходом и спасением. Никто в мире, кроме нескольких человек, не знал, что произошло на самом деле. Даже родственники. Официально средства массовой информации сообщали, что приземление прошло нормально. И космонавты Леонов и Беляев отдыхают на даче Пермского обкома партии. Советские люди, пребывавшие в эйфории от первых и невероятных успехов своей страны в космосе, очень ждали встречи с героями-космонавтами. Но они все понимали. Все же впервые люди покорили открытый космос, заслужили отдых на даче обкома. И только лишь на третьи сутки на третий сутки на лыжах пошли 9 километров до вертолета. Существуют эти облетевшие мир кадры, как Беляев и Леонов выходят к вертолету. Здесь уже официально велась съемка. Мир должен был знать о победе, но не о ее цене. После полета Королев дал краткое интервью. Павел Беляев совершил ручную посадку корабля. Это был удачный технический эксперимент, подтвердивший надежность техники. Страна таки не узнала ни слова правды, о мужестве космонавтов. Но героизм не ждет благодарности. Он просто живет в человеке и просто входит в историю, иногда изменяя ее ход. ТРЕВОЖНАЯ ТРЕВОЖНАЯ Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова